Друзья, всем салют! С вами я, Константин Комогорсов. И в этом видео я хочу рассказать 5 шагов для того, чтобы быть продуктивным, мощным и заряженным с самого утра. Поехали! Итак, способ номер один, который точно заставит вас быть продуктивными, это бег. Сегодня я бегаю вот в таком замечательном месте. Задается рассвет. Если вы хотите быть заряженным весь день, бегайте с утра. Бегайте в крутых местах. При этом визуализируйте, слушайте крутую музыку, отбрасывайте негативные мысли. И это даст вам определенно мощнейший крутой заряд. Все, я завершаю пробежку. Пока бегу, немножко фактов. Такой видок. Ученые выяснили, что после бега вырабатываются естественные эндорфины, которые сродни тому, как после занятий сексом или от употребления наркотиков. Так что бегайте. Нормальный наркотик так еще и заряжает на весь день. Они отнимают вашу энергию. Если же по определенным причинам у вас нет возможности бегать, допустим, у вас больные колени, либо спина, то рекомендую с утра обязательно делать прогулки. Прогулки – это второй способ в нашем топ-5, как можно быть продуктивным с самого утра. Зарядитесь энергией. Просто пойдите погуляйте. При этом я не рекомендую слушать музыку, а просто ходите и слушайте звуки природы. Потому что природа и человек – это практически одно целое. Сейчас я вам покажу природу, по которой шикарно гулять. Второй способ – это замена пробежек прогулками. Разве прогулка по таким местам может не заряжать? А это – главная высота России. Гордость моего города – статуя Родина Мать Зовет, которая находится в комплексе Мамаев Курган. Кто не был в Волгограде, когда приедете, обязательно сходите туда. Это впечатляет. Итак, друзья, третий способ, о котором знают многие, но пользуются немногие – это благодарность. Почему это очень важно? Человеческий индивидуум склонен недооценивать все, что он имеет. Ему все мало и мало и мало. Но многие успешные люди говорят о том, что очень важно быть благодарным за все, что ты имеешь. Ведь когда вспоминаешь, что у тебя есть такие вещи банальные, как кровь над головой, еда на столе, здоровье твое, твоих близких, возможность сегодня заниматься любимым делом, любимой работой, допустим, как у меня – это гораздо больше, чем у меня 90%. Да, я знаю, это звучит банально. Я согласен. Но это действительно шаг к успеху. Будьте благодарными за все, что имеете. После того, как я побегал, после того, как я погулял, я прихожу домой, сажусь и мысленно, либо вслух проговариваю все то, за что я благодарен. Я благодарю Вселенную за еду на столе, за кровь над головой, за здоровье свое своих близких, повторюсь, за любимую работу, за каждую милость, за то, что я проснулся и могу созерцать сегодня такой крутой вид. Я благодарен сегодня за это, Богу и Вселенной. Поэтому будьте благодарными, жизнь не останется в долгу и в какой-то день завернет для вас сюрприз какой-то большой торт с нереально огромной вишней, которую вы сладко скушаете. Но для этого благодарите, благодарите. Четвертый шаг к успеху, в который я беспрекословно верю – это аффирмации. Что есть аффирмации? Это позитивные установки. После того, как я побегал, погулял, сделал благодарность, я сажусь и проговариваю вслух. Я успешен, я богат, я силен. Мир помогает мне в любом начинании. Мне все по плечу, я все преодолею, все смогу. У меня порядка 20 таких установок. Делайте это, обязательно делайте. Ведь изучая историю, я заметил, что все успешные люди делали это. Для них это сработало. Как известно, сработало для одного, сработает и для остальных. Поэтому не задумывайтесь, работает это или нет. Отбросьте предрассудки. Все, нафиг, отбросили предрассудки. Просто тупо садитесь и проговаривайте себя. Выпишите сначала на листке, допустим, 20 установок, которые для вас, конкретно для вас будут значимыми. Сначала просто читайте. Со временем вы их выучите. Потому что в данный момент я все свои установки выучил и могу просто вытащить из головы вот так с утра. Четвертый шаг к успеху. Позитивные установки, аффирмации. И пятый, но самый крутой, самый приятный шаг к успеху – это визуализация. Берите листок, берите ручку, выписывайте на этот листок 10 событий, которые уже произошли в вашей жизни в настоящем времени. Ну то есть это не значит, что они должны были уже произойти. Но это значит, что пишите так, как будто это уже с вами случилось. Допустим, я заработал за 2022 год 1 миллион рублей, не в зависимости от своей работы. Я езжу на красном кабриолете. Я владею загородным домом. Я успешен, я богатен, я любим. Я богатен. Специально не буду вырезать, пускай будет богатен. И в таком ключе выписывайте, визуализируйте. Закройте глаза, представьте то, что вы хотите иметь. И делайте это, делайте. Специально сниму очки, чтобы было понятно мои эмоции. То есть я каждое утро сажусь и выписываю. Они могут разниться. Допустим, в понедельник у меня какие-то одни моменты, которые я хочу видеть. Со временем, с изменением курса и ваших приоритетов, они, естественно, будут меняться. Поэтому пишите, визуализируйте каждый день. Это работает, друзья. Это работает, потому что в моей жизни это срабатывало несколько раз. Тоже не стоит задумываться, как именно это работает, но это работает. Пятый шаг к успеху – это визуализация. Друзья, вот такое крутое видео получилось. Пока я проговаривал это все на камеру, я сам нереально зарядился. Я успел побегать, успел пообщаться с вами, потому что я не считал, что я снимал видео. Я считал, как будто я разговаривал конкретно с каждым человеком, с каждым из вас. Сейчас я еду домой. Два шага я уже сделал. Это бег и прогулка. Осталось еще три. Я их выполняю и в таком же заряженном состоянии продолжаю день. Время сейчас 6 утра. Приехал я сюда в 5 утра. Уверен, это видео было вам полезным. Поэтому прямо сейчас вы знаете, что делать. Надо подписаться на канал. Вот здесь будет моя ссылка на инстаграм. Увидимся в новых видео. С вами был Константин Комогорцев и канал Коуч Лайф. Всем шикарного дня.